Лукашенко просит допомоги у Шайгу и Путина. Былый министр ухваляя сталинские часы, а вода протягивая робить бяду. Привитание, сябры! Гэта наша нива и головные новины 10-го красавика. У Минск сёння приехал Сергей Шайгу, министр обороны Российской Федерации. Йонс устрелся с Лукашенком, який открыто проговорвая – «Хочу от России гаранты бяспеки». В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси, Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. И, в принципе, как-то в 90-х годах ни шатка, ни валка об этом говорили. По словах Лукашенки, тыдень тому. Под час поездки в Москву, Йон домовился с Путиным, что, если нужно, будет принятый ответственный нормативно-правовый акт. А предметная разума отбудется с Шайгу, под час его визита в Беларусь. Тобок сёння. Чего боится Лукашенко, Йонс проговоровал уже не раз. Некого нападу, тіто сбоку Заходу, тіто сбоку Україны. Ранее складывалося ураження, что Йонс повторяет всё это, как оправдать без конца репрессий. Але ця первый глядае, Йон починае і сам потиху ў гэта верыць. Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу и готовим вместе с вашими офицерами этих ребят. И боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено, потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Тим часом украинские войсковцы только за минулый тыдень поставили на межах с Россией и Беларусью больше за 6 тысяч супрацетанковых мин. Так само вырыли коля 7 километров траншей и супрацетанковых рвов. Як вы разумеете, гэта свечить не про планы Украины атаковать суседів, а про подрыхтовку до обороны. Байпол рассказал цікавые детали про командующих войсковой авиации Беларуси. Объединение былых силовиков стверджая, что официальные данные об народжении Лукьяновича в Смаргоне неправдивые. В своем ролике они продемонстровали документ с КДБ, у яким позначено, что он народился 29 вересня 70-го года у Казахстане. А сам Лукьянович скончил Балашовское высшуюськое войсковое авиационное училище у России и 6 годов служил у российским войску. Беларусское грамадянство он отримал только в 2000-м годе по поскоренной процедуре. Тогда Лукьяновичу было 30 годов. Цікаво, что его старый сын живет и работает в России. Он пилот грамадянской авиации. А дачка Лукьяновича вучится у Германии. Как нужно выховывать беларускую молодь? На вопрос, как собирать юных от негативных заходных тенденций, отказывая Юрий Карраев. Был и министр внутренних справ, а теперь лукашенковский инспектор по Гродинщине. На думку Карраева, идеально было при Сталеве. Очень хорошо получалось до 47-го, до 50-го года. Когда идеология советская, пусть она в чем-то там была, может быть, какая-то... Не идеальная, не совершенная. Не идеальная, не совершенная. Но она же основана была на хорошем, на хороших позывах людей. Равенство, братство, свобода, честность. Как говорят, кодекс чести коммуниста списан с библейских заповедей. Да, да, да. В принципе, то, что проповедовалось, было абсолютно правильно. Там ничего плохого не говорилось. Согласна. Просто нагадаем, что такое СССР у конца 40-х, початку 50-х. Это концлагеры для ты, кто был в полоне под час Великой Айчинной. Это сфабрикованные чекистами антисемитские справы, такие, как справа докторов. Те просто политические забойства, такие, как ликвидация Михоэлса. Это про тяг депортации целых народностей. И, наконец-то, это так званая боротьба с космополитизмом. Простей, кажучи, великая антизаходная кампания, когда даже с названия продуктов выбирали замежные слова, а ученые фальсификовали историю и на упрост придумывали небыто сделанные русскими открытия. Как там каже Караю? Вельми добра отрымливалась, хотя, когда подумать, то и не дивно. Ненавито Караю кировал человеками в 2020 году. Его сняли только в осени. Затрымание Бабарыки, Цикановского и других политиков и активистов, забойства Тарайковского и после выборчих гвалт на Окрестина – это все было как раз убытность Караюа министрам. У администрации Лукашенко так само зацекавилися молоддю. В Ольга Чупрыс, наместница керавника администрации, хвалюется, что, цитата, повеличилося колька злочинствов экстремистской и террористичной накерованности. Тому, на думку Чупрыс, у навучальных установок краины необходимо организовать прогляд расследования АНТ про диверсию на военном аэродроме в Мачулищах. Моглядь, чтобы студенты разумели, чем может обернуться неправильное решение и что будет за здяснение супредправных деяний. Простей кажучи, попало хоть молодь. А перший наместник керавника администрации Лукашенко Максим Рыжанков у свою чергу констатавал, что, цитата, «Правовой письменности у молоди, да и не только у яе, практично не видать». Он так само каже про справу об диверсии в Мачулищах. Моглядь, люди не разумеют, чому за терроризм будут судить и тех, хто просто подвез диверсанта, ци сдал яму жилье. Пытание, як бы, логичное. Отколь я не ведалі, што гэта некий диверсант? Але, на думку Рыжанкова, проблема тут не у гэтым. Ёль лічыць, што цяпер у молоді необходна сформіраваць разуміння таго, што дзести можуть быць некие падвохи. Яны павінны умець бачыць махчымая падводная плынь, каже чиновник. Такая чиновницкая заклопочнаць на тему молоді – гэта кепскі знак. Відаць, ад лукашэнкаўцаў варта чакаць некіх новых заходаў пазамбаванні школьнікаў і студэнтаў. Спецслужбы працягваюць зачыстку. Цяпер КДБ кашмараць военизаванную ахову на чыгунцэй. У філялах па ўсёй краіні адбываюцца затрыманні і звальненні. Военизаванная ахова на чыгунцэх – гэта асобная структура ў рамках белчыгунки. Узбройныя і навучныя людзі пры патрэбі аховуюць грузы падарозі і на чыгуночных станціях. Так сама аховуюць мосты і пераезды. Імаверна, многі з гэтых людзей былі задзейничныя пры двухбаковым руху вайскавай технікі і зброі. Спачатку Расія перакідывала сёдуй акупаційныя сілы. Потым ў Беларусі сталі забіраць ёе запасы зброі для папаўнення арсіналу знясіленай баямі на ўсходзі Украіны путінскай арміі. Чаму мінавіта цяпер, КДБ заняўся чыгуночной аховай, дакладный інформаціі нема. Але трасуць работнікаў па ўсёй краіне. Так ў Барановичах, буйным чугуночным вузле, аточаным палігонамі і ваэнными частями, з работы выліцілі начальнік отрада і ягонынамеснік. У отрадах Магілівськай і Гомільськай в області адбыліся затрыманні. Людям малююць адміністратывкі. Супрацовнікі выказываюць догадкі, што просто прышла іх чарга, а арышты і звальненні отбываюцца паспушчных з КДБ списах. Пратягваюцца і суды. Адвакат Александр Данилевич отрымаў 10 гадоў колонії. Його затрымалі яшче ў маў 22 года. 11 місяццаў пратрымалі закратамі. Цяпер судзя Татьяна Фальковская прызнала адваката віноватым ў закліках да санкцій супраць Беларусі, а таксама ў спрыянній экстрэмісткай дзейнасці. Фактычна ж, Данилевича пакаралі за консультаціў дапамогу Незалежному фонду спартывной солідарності, які актыўно выступаў за санкцій ў дочыненній да беларускіх праўладных спортсменів і функціонерів. А за спробу эвакуаціў з Беларусі осудзілі былогамытніка, студэнта і недавнію школьніцу. Микалая Куляшова, Йогора Курзіна і Аниту Бакунович обвинувателі ў замаху на незаконнае перасечэння мяжы ў дзелі ў екстрэмісткім фарміраванні, пад гэтым мели на ўвазі організаціў дапамога, а таксама па шарагу інших артыкулаў крымінальнага кодэкса. За імі сачылі спецслужбы. Анита Бакунович была осудзінае на хатнюю хімію, але вырышыла утякаць Беларусі. Сілавікі здымалі яе адразу на некалькі камір із зямлі і з па ветра. Пасля адлічэння з універсітэта, Ягор Курзін спрабаваўсь бягчы замяжу, каб не істі ў войска. А былымытнік Куляшоў нібыта был правадыром. У выніку судзя Віктор Сянько прызначуў Микалаю Куляшову пяць гадоў калонії, Анитю Бакунович – тры спаловай гады, а Ягору Курзіну – тры гады калонії. Ніяк не скончыцца і паводка. Мушынага палету, виглядая разгул стыхіў у Верхнядзвинску. Там разливаецца заходня адзвіна. В Верхнядзвинску гэта самая вялікая паводка за опошніе 50 гадоў. А у Гомелі, нагород да бабулі просто прыплыл сусецкі домик. Каб позбавіцца ад тавкога сюрпрыза, довялосье выклікать ротовальнікаў. Яны адбуксіровалі дом, кап ён не пошкодзеў платы і столбы з електрокаммунікаціями. А ля вада робіць шмат шкодзе не толькі людзям. На Палесі гінуць туропадобныя быкі пароды хека. Їх завязлі ў 20-м годзі з Латвіў ў рамках міжнародной праграмы. Одноў з ададжжыў было паядання высокой травы і молодых парасткаву вербалозу, якімі павольна зарастаюць пойменнае луўі. А ля тепер заразліву Припяті і Ствігі жывёлы апынуліся ў закладніках ў Вялікай Вады. На гэтай територіў утварыліся шматлікі астровкі розных памірав. І некаторые быкі ў першую чаргу цяляты, ці застаюцца ва умовах обніжаванай прасторы і гінуць ад голоду. Ці ў пошуках ёжі плывуть на іншіе выспы і па дорозі тонуть. А пасалігорску бігаў голы чалавек. Мушчына цялкам безадзіння падбягаў да аутамабіляў і адзін з їх нават адкрыў на ходзі. Пасловах видавожцаў ён прасіў абу дапамозі. Мушчыну затрымалі патрульныя. Цяпер ён ў бальніцы. Яму аказываецца дапамога. Чым выкліканая неадэкватная паводзіны пакажа абследуваня і аналіз крві. Удакладняў міліце і дадае. У падобных сітуаціях лепш набраць 102. Чым здымаць тое, што адбываецца на відеа, бо такі людзі можуць трапіць падмашыну ў ціка гості параніць. Вось такіе навіны. Падпісывайціся, ставці лайкі альбо дизлайкі і выказывайці свае заувагі ў камінтарах. І канешне, чытайці нашу Ніву, глядзіці нашу Ніву і любіці Біларусь. Сустрынімся завтра. Сустрынімся завтра